Вы задумывались когда-либо, почему Российская Православная Церковь, проповедующая христианскую веру, сама нарушает заветы Христа? Почему патриарх Кирилл благословляет захватническую войну России против Украины и не видит в этом никакого противоречия заповедям Иисуса? Это ведь нонсенс, правда? Но данный, казалось бы, парадокс мгновенно разрешается, стоит лишь припомнить историю отношений Московской Православной Церкви и государства Российского. А история эта весьма своеобразна. Причем, чем ближе знакомишься с прошлым Московской Церкви, тем больше в очередной раз убеждаешься в том, насколько далека Москва от Киева и насколько разнятся украинские и русские народы, которые в Кремле до сих пор почему-то упорно называют братскими. Так почему же все-таки патриарх Кирилл благословляет войну? Сейчас расскажу все по порядку, но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддержите наши усилия на платформе Patreon или BuyMeACoffee, подписывайтесь на Telegram и Twitter, все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, хотя российская государственность берет начало в Золотой Орде, в религиозной политике правители России придерживались не ордынского, а византийского принципа симфонии. В идеале власть и церковь должны взаимодействовать в гармонии, но на практике патриарх полностью подчинялся императору. К господству государства над церковью стремилась любая российская власть. Припомним упразднение патриархии Петром I или тотальную вербовку КГБшниками священников в сани от епископа и выше. Правящий в РФ режим чтит традицию – церковь прислуживает государству. Это не голословное утверждение. Зависимость наглядно проявилась в политике вертикализации, церковной копии укрепления властной вертикали Путина. Начатые в 2009 году гундяевские реформы привели к централизации церковной власти, контролю над клиром и подавлению несогласных. Вертикализация служит выполнению поставленных мирской властью задач в обмен на щедрое вознаграждение. Патриарха охраняет государственная служба, правительство официально дарит церкви дорогую недвижимость, госбюджет оплачивает миллиардами рублей строительство храмов, церковные проекты и так далее и тому подобное. За столь щедрые дары церковь платит поддержкой политики РФ, включая захватническую войну против Украины. В 2007 году Путин назвал ядерное оружие и православие двумя столпами российского общества, гарантирующими внешнюю безопасность и моральное здоровье страны. Точнее было бы их назвать союзом грубой и мягкой силы российского агрессивного империализма. Еще при Ельцине патриархия создала синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Позднее его руководитель, протоиерей Дмитрий Смирнов, поддержал агрессию России против Украины. Военные капелланы составляют подразделения Минобороны РФ в структуре РПЦ. При церковно-приходских школах работают военно-патриотические клубы. Священники московского патриархата освящают оружие и благословляют российское воинство уничтожать украинцев. Руководители церкви поддерживают правительственный культ Победа Бесия. Даже ступени главного храма Вооруженных сил Российской Федерации отлиты из переплавленных траков танков Третьего Рейха. Приверженность российскому православию расценивается государством и церковью как принадлежность к русскому миру. Наряду с отождествлением России с империей, православие составляет основу российской идентичности. Россия – гегемон православной цивилизации, а РПЦ – ее национальный лидер. Православный фундаментализм охотно выполняет роль мягкой силы русского мира в информационной войне. В проповедях патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал, что все население бывшего СССР – единый народ с общим религиозным происхождением. Это одно из прекраснейших в представлении Путина об основании агрессии против соседних с Россией государств. В операции по аннексии Крыма вместе с армией РФ участвовали священники РПЦ. Однако по политическим соображениям Кирилл пять лет никак не выражал официальную позицию церкви относительно захвата чужой территории и не посещал полуостров. Московское православие использовало неопределенность для легализации РПЦ явочным порядком. Хотя формально епархии остались в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата, во всех документах они именовали себя Московский патриархат. В 2015 году УПЦ МП официально передала Русской православной церкви две епархии Крыма. Защиту интересов российского православия Путин использовал как один из предлогов для полномасштабного вторжения в Украину. Через неделю после нападения патриарх Кирилл призвал к миру, не осуждая агрессию России. Напротив, он ее оправдывал призывами защитить то, что восемь лет подряд уничтожала на Донбассе сама же Российская Федерация. Вскоре московский патриарх заявил, что не Россия, а третья сторона разожгла конфликт в близкой и родной Украине, находящейся во власти враждебных русскому народу идей. Он назвал войну результатом геополитики и действий антироссийских сил, сеющих раздор между «братскими» народами России и Украины, которые по сути один русский народ. Ха-ха-ха, цинизму Кирилла нет предела. Предстоятель РПЦ передал генералу Виктору Золотову августовскую икону Божией Матери, дабы ее образ вдохновлял росгвардейцев на защиту Отечества в захватнической войне. Главнокомандующий Росгвардии пообещал, что бойцы, вдохновленные иконой, победят нацистов, прячущихся за спинами стариков, женщин и детей. Судя по логике этих слов, росгвардейцы должны победить самих себя, потому что всем вокруг, но только не россиянам, абсолютно понятно, кто на самом деле нацист и кто прячется за спинами мирных жителей. В начале апреля 2022 Кирилл похвалил российских военных и заявил, что в их руках судьба России. В ответ на факты преступлений армии РФ в Буче, патриарх назвал россиян миролюбивыми и скромными защитниками своего дома. Чуть позже прозвучал призыв Гундяева сплотиться вокруг Москвы, то есть поддержать ее политику. Патриарх назначил протоиерея Дмитрия Василенкова главным военным священником в зоне боевых действий в Украине. От лидера не отставали подчиненные. Войну поддержал и оправдал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Емельянов, а протоиерей Андрей Ткачев заявил, что русский мир противостоит экзистенциальному злу и антихристианской цивилизации Запада. В проповеди, провозглашенной в Архангельском соборе Кремля, патриарх вновь опустился до лжи, утверждая, что Россия никогда ни на кого не нападала, а только всегда защищала свои рубежи. После объявления частичной мобилизации в РФ Кирилл пообещал мобилизованным вечную жизнь в случае их гибели в войне с Украиной. Православные священники стали служить молебны в пунктах мобилизации. Позже патриарх пошел еще дальше. Он сравнил гибель солдат РФ на войне с добровольным принесением себя в жертву ради других россиян. Жертвы, смывающие все содеянные грехи. Его не смутило святотатство в уподоблении захватчиков Христу, принесшему себя в жертву ради всех людей во искупление первородного греха. Когда, казалось бы, падать уже больше некуда, Кирилл всегда находит возможность добавить еще больше ада. Филиал РПЦ в Украине поддерживает политику патриарха. В кремлевской церемонии присоединения к РФ аннексированных украинских регионов участвовали представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, глава Луганской епархии митрополит Пантелеймон Поворознюк и настоятель Мелитопольского монастыря Саввы Освященного архимандрит Иоанн Прокопенко. Московские попы в Украине служат чужому государству и народу, чем разительно отличаются от украинского православия. Просто вспомним о знаменитом Михайловском соборе, который стал символом Майдана, приняв на себя важнейшую роль во время революции достоинства, обеспечивая приют и реальную поддержку огромному количеству украинцев, борющихся за справедливость против пророссийской власти. Украинская церковь и сейчас, во время полномасштабного вторжения российских войск, стоит плечом к плечу с украинским народом, героически сражающимся с российским агрессором. И как это разнится с реальностью в РФ? Накануне юбилея Путина патриарх Кирилл призвал молиться о здравии президента. В военных молитвенниках Путина уподобили архангелу Михаилу, поименовав хозяина Кремля архистратигом, предводителем небесного воинства. Кирилл провозгласил, что светская власть РФ ставит заслон ценностям, ведущим к концу времен под властью Антихриста, поэтому священники сегодня на передовой. Церковь должна сделать все возможное для победы над украинским народом. И РПЦ работает над этим. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что карпит над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса и социальной гарантии. В рождественском поздравлении Путин похвалил РПЦ за поддержку военных. Чуть позже Кирилл призвал приходских священников мобилизовать своих прихожан на всемирную поддержку армии РФ. В пасхальной проповеди патриарх РПЦ назвал любовь к России величайшей добродетелью, а россиян, не готовых служить народу и отечеству, окрестил внутренними врагами. Такое невероятное единение церкви с властью не случайно. Повторюсь, помимо всего прочего, кропотливая работа патриарха Кирилла по оправданию любых действий Кремля очень хорошо оплачивается. Гундяев и верхушка РПЦ живут жизнью олигархов, имея в собственном услужении дорогие яхты, роскошные резиденции, люксовые автомобили и другие предметы богатства. Русская православная церковь просто утопает в азиатской роскоши, которую обеспечивает ей государство во главе с гарантом непрерывного потока денег Владимиром Путиным. А церковь, в свою очередь, отрабатывает по полной за благосклонность властей и свою роскошную жизнь. Патриарх Кирилл готов благословить не только войну. Уверен, что если Путин хорошо попросит, РПЦ вместе с Гундяевым без проблем благословят и Антихриста. Однако не все так радужно на болотах. Воинственность погрузила РПЦ в кризис, привела к потере авторитета и ведущей роли в мировом православии, изоляции в христианском мире, недовольству зарубежных приходов. Пророссийская позиция Украинской православной церкви Московского патриархата вызвала ответную реакцию украинского общества. Часть приходов добровольно перешла в лоно православной церкви Украины. Спасая остатки влияния, УПЦ МП может потребовать у Москвы автокефалии, что побудит к сходным действиям зарубежной церкви Московского патриархата. Патриарха Кирилла осудили политики и религиозные деятели многих стран – Австралия, Великобритания, Канада, Литва, Новая Зеландия, Украина, Чехия, Эстония и другие страны ввели против него персональные санкции. Кризис, охвативший московский патриархат, предоставляет шанс православной церкви Украины занять в мировом православии место РПЦ, ведь свято место пусто не бывает. Но это тема для отдельного разговора. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поддерживайте проект на Патреон и Байми Кофе. Отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы. Слава Украине!